Эльназу Харистову 13 лет, из них 7. Он занимается в музыкальной школе номер 6 по классу баян. Выбор на этот инструмент вполне случайно, говорит юноша. Его дедушка также играл на баяне. Самое сложное, мне кажется, вначале было соединить две руки. Но вскоре я привык, и для меня это стало чем-то обычным, повседневным. Вместе с Эльназом Харистовым баян выбрал и Тагир Гелемханов, юноша-лауреат всероссийских и международных конкурсов. Кроме того, недавно мэр города наградил Тагира и Полину Ванхейс, которая играет на думбре, именными стипендиями. Если ошибся, то продолжай играть. Несмотря на то, что ты забыл ноты, что-нибудь придумай или на другую цифру перейди. С моим преподавателем, хозяевой Северошиковной, у нас очень хорошая связь. Мы всегда друг друга понимаем и вместе проходим этот большой путь. В профессиональной игре на баяне и аккордеоне детей обучает Елена Лобанова. Она работает около 40 лет. В музыкальной школе также трудится и ее сестра-близнец. У преподавателей много успешных выпускников. В этом году Елена Витальевна получила премию от Министерства культуры в размере 500 тысяч рублей. Разноплановость нашей работы дает этот результат, что дети могут сразу выполнять несколько задач. И, конечно, в жизни они потом применяют это все и становятся такими успешными. Я хочу поступить в консерваторию. После окончания консерватории работать с артистами, аккомпаниатором. Именные стипендии и победы в конкурсах хорошо мотивируют на продолжение обучения, отмечает директор музыкальной школы. Огромные слова благодарности от коллектива музыкальной школы. Мы говорим правительству Российской Федерации, правительству Республики Татарстан, нашему управлению культуры за то, что они поддерживают одаренных детей, поддерживают их стремления, их результаты. Лилия Агатина, Сергей Вильданов, Новости, Набережные Челны.